Доброе утро, дорогие радиослушатели. У нас сегодня в гостях мой коллега Олег Дмитриев, преподаватель учебного центра Финал. Олег, доброе утро. Мы с тобой будем на ты и, как говорится, уже не первый день замужем. Тема нашего сегодняшнего разговора в принципе, как раз твоя трудовая деятельность Форекс это игра или работа. Почему трудовая деятельность? Потому что я так понял, что преподаватель ты по совместительству, ты, в принципе, давно, очень давно торгуешь Форекс. Ну, не знаю, по сравнению с тобой, наверное, не очень давно. Но, тем не менее, я могу сказать, что у меня будет 10 лет в августе этого года. Активная деятельность. Любой трейдер, который выживает после 5 лет, это, в принципе, считается 5 лет такой критический. Как и в брачных отношениях. Я уверен, что ты, в принципе, так же сам вообще относишься в трейдинге к словам игра или работа, поэтому расскажи. Ну, собственно, я думаю, это не к секретам будет для тех, кто профессионально относится. В принципе, к чему-то, а тем более к трейдингу. И я многократно говорю и слушателям своим, и знакомым, да, вот слову играть, играть на бирже, ну, есть такие, да, уже сложившиеся какие-то... Даже Александр Элдер написал книжку. Да, 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 фразеологизмы такие сложившиеся, они, тем не менее, меня коробят. Я все время говорю, играть это другая подача, другая мотивация. Если вы пришли играть, то, скорее всего, вы проиграете. И тут, собственно, психологической точки зрения другого результата ждать не стоит. А если вы пришли работать, то сразу мотивация иная, да, работа серьезная, кропотливая, сложная, да, работа, связанная с потерями, да, и с финансовыми, и с морально, я бы сказал, психологическими. И вот если человек настроен на работу, то рано или поздно, мне кажется, да, он достигнет результата, то есть он победит и начнет зарабатывать. Ну вот, в принципе, ты очень много лет финами, и через себя очень большое количество людей пришло. Ты же видишь основные проблемы, которые преследуют людей. Ну, давай так, я вижу наверняка много проблем, на которые их преследуют, но мы имеем в виду, да, в связи с нашей профессией, прежде всего, конечно. Ну, если коротко, да, там какие-то основные моменты подчеркнуть, я бы сказал, что основная проблема, не позволяющая людям стабильно зарабатывать на финансовых рынках, это психология, это их, ну, по сути, вот отношение к делу. Ну, если позволишь, да, я читаю в основном курс работы на рынке Форекс, на международном валютном рынке, вот, и однажды, отвечая на один и тот же вопрос, я вот уже себе в этот свой курс начинающий, да, в одной из, в один из дней, в среду, как правило, мы занимаемся активно практикой, да, я рассказываю основы мани-менеджмента, управления рисками, и вот эту фразу уже, знаешь, она такая сложилась у меня, практически я сам себя цитирую. Я говорю так, когда мне спрашивают, можно ли не сливаться на Форексе, потому что, ну, понятно, да, это высоко рискованный рынок, и там огромные возможности по сравнению с другими площадками. Я отвечаю, что да, можно, помимо того, что вы настроены работать, и можно в двух, точнее не так, можно не сливаться, да, выполняя две принципиально важные вещи. Это когда вы обязательно, любая ваша торговая позиция, да, имеет стоп-лоссы, да, то есть вы торгуете за стопами, и соблюдаете принципы мани-менеджмента, принципы управления позиций. Совершенно верно. И в этом случае вот есть огромная, есть огромная возможность, что ли, да, есть надежда, или есть аргументация для того, что вы станете со временем уже стабильно зарабатывать. У нас в гостях Олег Дмитриев, опытный преподаватель, трейдер Форекса, телефон прямо в студии 6510996. У нас, ты знаешь, все время в России, когда говоришь слово Форекс, у нас всегда, ты знаешь, какие сразу сочетания. Безусловно. Кухня и все остальное. Что ты по этому поводу скажешь? Ну, не хочется повторяться, потому что, действительно, если кто в материале, он прекрасно знает, да, что у нас есть основное противопоставление, я бы так же сказал, да, профессионального брокера и брокера-кухни. И дело ведь не... Это не проблема Форекса, как рынка такового, да. Форекс — это вполне осязаемая вещь, она работает независимо от того, да, кто подвязался на брокерских услугах. Вот, поэтому, когда мы говорим о неких вот подобных вещах, да, это претензии не Форексу, не рынку, да, это претензии брокеру, то есть надо выбирать достойного брокера, который не занимается, так сказать. Потому что ты же видишь, часто, что обычно, почему люди жалуются, человек говорит, например, все нормально, я работаю там через, например, не будем называть, не ради рекламы, не ради обидеть никого, я не работал, поэтому я обычно могу сказать плохо только о том, с чем я связан. Но мне многие трейдеры, даже которые у меня обучались, там у тебя обучались, говорят, там, например, Александр Михайлович, я, например, поставил стоп, там, евро 1.32.47, он никогда там не протраговался, ну, на валютном рынке, а там, где я торгую, у меня слезали стоп. Ну, это проблема брокера, опять-таки, да, мы не можем говорить, что виноват Форекс, он такой плохой, значит, сливает меня, это брокер, это надо с брокером разбираться. Ну, в России же у нас присутствует, так называемый, мини-Форекс, потому что контракты, которые реально биржевые, они колоссально дорогие. Естественно. 100 тысяч евро контракт. Нет, ну, и в принципе, да, вот та история, которую мы называем интернет-трейдингом, она, прежде всего, рассчитана на частного инвестора, частного спекулянта, и одна из прелестей, этого интернет-трейдинга, это то, что мы можем зарабатывать на финансовых рынках, имея небольшой начальник. У нас, кстати, я тебя должен перебить, у нас для тебя есть маленький сюрприз. Давай, я люблю. У нас на линии твоя успешная ученица, которую ты, в принципе, смог преодолеть вот этот катаклизм от быть артистки, быть артистки, да, быть артистки. За неделю, я знаю, ты с ней неделю образно там занимался, и Дана не ударила лицом в грязь, в принципе, она действительно поддержала. Дана, доброе утро, вы с нами? Доброе утро, да, Олег, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Видишь, заметь. Скажем так, он не месяц со мной занимался, он со мной много месяцев занимался, и занятия продолжаются. Вчера я была все нами, и как-то мы продолжаем постоянно созвон, я консультируюсь с Олегом, и очень ему благодарна. Дана, о чем можно сказать, что тебе просто понравился трейдер, вернее, понравился Олег, или понравился трейдинг? Не то, и другое понравилось. Вообще, мне нравится зарабатывать на Фореске, вот в данный момент я у косметолога, нахожусь вчера, очень и дачно продала евро на 400 долларов. А так ты решила сегодня прямо вот, молодец, молодец. Ну, это, то есть, материальные блага, они, как говорится, выходят из Фореса. Ну, вот скажи. Олег этому учил, он говорил, что не надо зацикливаться, надо периодически снимать эти деньги, не тратить их на себя, иначе ты не понимаешь уже вкуса этого, из всего этого процесса, и как-то начинаешь зацикливаться очень. Эта психология действительно очень важна в трейдинге. А ты бы хотела, на самом деле, сейчас, если бы немножко там твоя жизнь по-другому была бы, все-таки ты, как говорится, звезда у нас, телевидение, радио, кино. Ты бы хотела, например, свою жизнь с трейдингом связать? После того, как ты уже там прошла. Ну, конечно, я думаю, не далеко, я думаю, сейчас открою, нет, ну, для тебя-то это не секрет, что я с недели, когда собираюсь свои курсы посещать. И вот хотел спросить тебя, Саш, чему ты меня можешь научить тому, чему Олег меня не доучил. Я не знаю, почему ты думаешь, что Олег тебя не доучил? У нас, кстати, с Олегом абсолютно одинаковые принципы и взгляды на трейдинг абсолютно, риск менеджмент, мани менеджмент, стопы, те же заходы позиций, он также сам выучит уровням, пробоям, всему остальному. Когда люди говорят, что они могут чему-то новому научить или говорить, что, например, человек предыдущий, который научил или плохо не научил, я к этому очень скептически отношусь. Вопрос тот, что, скорее всего, ты закрепишь, можешь закрепить знания, которые ты получил у Олега, но если у тебя получается, я всегда совет, и все знают об этом, я на курсе всегда говорю. Люди, которые приходят ко мне на курсы, которые зарабатывают деньги, я им всегда говорю, может, вам это и не нужно. Почему? Если получается... Нет, не очень нужно. Я совет сдала, когда твои курсы начнутся, поэтому в неделю планирую активно приступить к занятиям. Но дело в том, опять же, самое главное, чтобы, понимаешь, у каждого преподавателя есть своя методика, и самое главное, чтобы ты не менял на методику, например, которая у тебя сейчас работает, на что-то другое. Например, ну мы, в принципе, с Олегом одинаково торгуем, оба с короткими стопами, я знаю, и в первую очередь, там, риск менеджмент, money management. Самое главное, это же так, ты научишься, должна фильтровать информацию. Либо ты ее фильтруешь, у тебя получается фильтровать, что самое тяжелое, то есть то, что там Олег сказал, второй раз, может даже и не стоит, как говорится, на это уши настраивать. Почему? Давай скажем по-простому. Ответ один, у тебя сейчас получается, значит, тебя хорошо научили. Не имеет значения, хороший Олег преподаватель или плохой. Главное, финальный вариант. Финальный вариант тот, что ты вчера заработал 400 долларов, и сегодня сидишь в косметическом салоне и с удовольствием тратишь эти деньги. Их тратишь, да, их тратишь. Ну ладно, я вас очень рада слышать обои, буду слушать вашу программу до конца, пока вот с усложнением тратишь. Дам, делай косметические процедуры. Желаю вам удачи, а с тобой саши виденьки в понедельник. У нас сейчас будет короткий перерыв. Что мы можем пожелать новичкам? Ну, надо быть действительно такими смелыми, как Дана, и нарваться, своей жизнью на такого хорошего преподавателя, как Олег. У нас короткая пауза. У нас в гостях опять Олег Дмитриев. Олег, еще раз доброе утро. Доброе, Саша. Производитель этой валюты имеет очень большие проблемы. Евросоюз, в твои взгляды? Ну, я так понимаю, что, как и в обучении, наши взгляды на евро-доллар будут во многом совпадать. Значит, я, основные идеи какие-то, они, собственно, не секрет, сейчас не для кого. Основная идея, это слабость евровалюты, с точки зрения фундамента, потому что проблемы еврозоны, парламентские, несогласия в Греции, да, выборы во Франции. А как ты думаешь, Греция выйдет с Евросоюза? Я думаю, что да. Я думаю, что да. И сейчас... А как насчет Германии? У меня насчет Германии очень большие планы. Я думаю, что Германия будет выходить из Евросоюза. Ну, это, по крайней мере, это было бы оправдано, да, и с точки зрения Германии, прежде всего. Единственное, что надо посмотреть, конечно, за тем, что будет после того, как Греция станет самостоятельным государством, потому что здесь, на мой взгляд, важны даже не фундаментальные какие-то последствия, а именно прецедент, потому что, на мой взгляд, Евросоюз, это прежде всего политическая организация, ни в коем случае не экономическая, да, и то, что сейчас они расхлебывают, это вот неосмотрительность, да, тех самых... Изначально. Изначально, да. Просто никто не платит, что будет плохо, все думают, сейчас мы как соберемся, и все будет в шоколаде. У нас же была Германия, Франция, Италия тогда. Совершенно верно, совершенно верно. Вот тогда такой вопрос, вернемся 10 лет назад. Вот 10 лет назад. Я лично знаю, например, свою жизнь, она интересная, я уверен, понимаешь, быть на сцене, потом перейти в трейдинг. Твои студенты тебя обожают, это я тебе лично говорю, я только прилетел с Уфы, тебя очень ждут, я в прямом эфире не побоюсь сказать. Олег Дмитриев будет в Уфе, какого числа? 6 июня, по-моему. Да, два дня будет семинар, поэтому приходите, на самом деле, море обаяния, харизматический человек. Я, честно тебе скажу, это не комплиментный, думаю, я нормальная ориентация. Я надеюсь. Ты не надеешься, это так и есть. Кто-то ты меня обнимать сегодня принялся, да, при встрече. Рамзет Второй сказал, с утра надо обязательно обниматься для хорошего настроения. Это да. Ну, ты же меня не обнял для хорошего настроения. Давай вернемся именно с самого начала твоя жизнь. Там школа, рос, был, как? Мне вот интересно, и людям интересно послушать, откуда ты такой классный получился. это всегда интересно. Где такие, да, бывают? Доберутся. Оттуда, откуда берутся. На самом деле, я, честно говоря, не очень настроен уж так подробно о своей жизни. Ну, не надо, давай неподробно. Неподробно, да. Как в анкете раньше, да, не был, не привлекался. Не состоял. Не состоял. Вот, кстати, не состоял. Я был комсомольцем до последнего момента, потом ушел в армию на срочную службу. Это был как раз 86-88 у меня срочная служба, и начались вот эти перетурбации. Я 89-91. О, видишь, как мы с тобой практически. Я, кстати, служил здесь в учебке в Подмосковье и в химзащите. Это были сказочные... А ты москвич сам? Нет, я сам не москвич, я родился в Владимирской области. Почти. Ну, рядом. Ты знаешь, с такими темпами, с которыми развивается Москва, я думаю, что Владимирская область скоро будет в Подмосковье. Нет, я боюсь, она скоро будет центром уже, понимаешь, уже это забавно. Ну, так вот, все было... Сейчас, за одну секунду привожу тебя. Ребята, у нас очень интересный гость. 6, 5, 10, 9, 9, 6, прямой эфир. Звоните, задавайте вопросы. Финам. Финам. Охота на Герчика. Итак, о твоей жизни. Армия 86-88. Да, да. Значит, я закончил срочную службу и после этого уже как-то здесь зацепился в Москве. У меня, да, возникло желание, кстати, вот с данными, когда начали более, более, так сказать, тесно общаться, да, выяснилось, что она закончила футер-журналистики и я в свое время после армии поступил на факультет журналистов, полтора года там отучился, а потом бросил и ушел в ГИТИС. ГИТИС я закончил, да, закончил, причем Царствие Небесное у великого, у великого мастера своего дела, у Бориса Сергеевича Брунова. Он, собственно, выпускал наш курс, да, мы ему сдавали диплом, ну, и опять сейчас с гордостью, хотя это все уже дела давно минувших дней. Но ты знаешь, как, знаешь, как говорят, мужчина без прошлого это мужчина без будущего. Согласен, согласен. Ну, я говорю о том, что я с гордостью вспоминаю, что он вместе с нам, с моим однокурсником, он сам киевлянин, Саша Орлов, зовет в Киеве сейчас. Он дал нам, ну, можешь себе представить, с барского пуча, собственные куплеты делать на выпуске из института. Собственные куплеты, которые он в этот момент, в это время исполнялся с эстрадой. Это было, конечно, ну, признание, прежде всего, его, ну, и вообще, это было замечательное время, замечательное, с той точки зрения, ну, я был молод, все было как-то вот зажигательно, я общался с великими людьми, вот, я уже об одном упомянул. Ты знаешь, вот, после армии у меня, я сейчас это вспоминаю, что с молодежью, я общаюсь тем более в финале, но с моими коллегами, и периодически они рассказывают о своих каких-то жизненных планах, изменениях, их тоже швыряют туда-сюда. Я вспоминаю, я был таким же, потому что я искал себя вот в профессии очень долго, и театральной профессии, точнее так, после театра, пока я дошел до трейдинга, было еще пару-тройку там жизненных применений каких-то. То есть вот постоянно, значит, меня шарахало в разные стороны, я, естественно, сейчас я об этом не жалею, потому что однажды вот, ну, если так позволите, подводя какие-то промежуточные итоги, я вдруг понял, что все, ну, это нормально на самом деле, что все происходило со мной до 45 лет, вот, это все была подготовка к тому, что, собственно, я сейчас из себя представляю, то, что я сейчас умею, то, что я сейчас делаю. Тебе, я так понял, по возрасту сейчас 45. Мне 45 было как раз 14 февраля, да. В день Святого Валентина. У меня моей сестры муж тоже. Ну, видишь как. Мы тебя с прошедшим праздником поздравляем. И я его тоже, Саша, спасибо. Вот. Все это в какой-то степени готовило меня к тому, что вот сейчас я делаю. Причем я делаю это с удовольствием. Я всегда говорю, я работаю в Финаме. Вот. Работу свою очень люблю. Мне все нравится, кроме, ну, такая есть шутка. Мне все нравится здесь, кроме зарплаты. Это всегда так. Это всегда так, поэтому, да, это шутка. Ну, с другой стороны, есть. Знаешь, никто тебя и меня не поймет, когда приходят благодарные студенты. Вот даже такая звезда, когда она тебя благодарит на самом деле. Знаешь, ты как когда-то сказал Амар Хаям, дайте мне рыбу, я буду сыт целый день. Учите меня ловить рыбу, я буду сыт всю жизнь. По сути дела, ты учишь людей ловить рыбу. Я знаю, что ты на самом деле такой очень жесткий, как я. Я видел, ты своим студентам даешь это слово, оказывается, нельзя говорить. Надо, да, но мы знаем, что это за слово. Саш, извини, пожалуйста, я действительно ловлю себя иногда на мысли, что может быть я и... Ты болеешь за них? Да. Болеешь сто процентов. Я болею за них, я болею за дело, потому что, ну, сам знаешь, есть разные способы подачи материала. Есть люди, приходят, отчитывают время, кто чего услышал. Этот спал все время, причем я видел, он храпел. Эти переговаривались между собой, это, значит, шило, это вязало, я имею в виду слушателей. А я сижу и читаю им, или стою и читаю. Вот такая замечательная, да, аудитория, в кавычках, конечно, естественно, никому, главное, что никому кайфа нет в этом. Ты знаешь, меня вот последний раз приглашали в Руден, я пришел в Руден, сидит толпа 140 человек, я вижу многие унылые лица, многих как бы загнали, я пришел, сказал, я говорю, ребята, записи нету, остаются только те, которым надо. Осталось 40 человек, потому что я с преподавателями разговариваю, я говорю, я понимаю вас, что приходится учить тем, кому это не надо. И как вдруг вот так вот резко с ГИТИСа ты успел по специальности поработать? Да, я усердно. У нас в каком-то боевичке. Ну, слава богу, нет, я работал в Москонцерте, я, собственно, у меня... А какой жанр? Диплом, разговорный, у меня артист эстрады разговорного жанра. Я тебя в кориторе увидел, я так и понял, что тут артист разговорного жанра. Ну да. Ты же Дану заговорил, просто, она у нее, кроме Олега, вообще, слово другого не знает. Ну, это приятно, согласись, да, у звезды, у главной блондинки России. Кстати, это не секретная информация, там больше звездок тебе не выстраивается на семинарах? Ну, давай так, я пока... Я понял. Ну, я понял, Дана, наверное, там подогнала. Да, колец из корицы, за Николая Баскова. За процент. Не, ну, я думаю, почему за процент? За процент можешь ты работать, ты их хорошо научишь, я думаю, что они поделятся. Представляешь, Коля Басков и Форекс. Пока не представляю. Почему нет? Не знаю, не знаю. Ну, Валерий Леонтьев для него уже поздновато, но для Коли Баскова это в самый раз. Или Максим Галкин перестал заниматься разговорным жанром и пошел заниматься Форексом. Пошел заниматься. Ну, как минимум, для желтой прессы это была бы бомба, это была бы бомба. Это реально. Представляешь, вообще, весь народ, везде, во всех деревнях, все торгуют Форексом. Все торгуют Форексом. Как с Гитиса вообще ты попал на фондовый рынок? Ну, смотри, значит, А у тебя вот очень важное слово такое для тебя. Ты, когда был на эстраде, ты кайфовал? Да. Я с тобой согласен. Это слово важное. Потому что я вижу по тебе во всем. Как ты приходишь на работу, как ты одеваешься. Со стороны видно, как ты галстуки подбираешь. Вот видно, что ты кайфуешь. Да. Да, это так. Вот ты на эстраде кайфовал? Вот я тебе хочу сказать, да, собственно, к чему, видимо, вектор жизненный, да, почему он и изменился. Какое-то время, какое-то время, я не могу даже сейчас сказать, с точки зрения, так сказать, лет сколько. Я действительно кайфовал. Я чувствовал себя, ну, примерно так же, вот, в своей тарелке. А потом, и я тоже не могу это объяснить себе, и я это вспоминаю, это чувство, ощущение. Я, мне было, тоже это слово нельзя, к сожалению, произносить в эфире. Я не буду этого делать. Я не буду этого делать. Попробую замену. Мне было неловко стоять на... Именно вот неловко. Короче, ты вышел из комфортной зоны. Во-во-во-во. Мне было неловко. Я почувствовал себя каким-то вот ущербным, и все, и здесь. И вот перед тем, кстати, до того, да, как прийти уже непосредственно на финансовые рынки, я занимался бизнесом. У меня была частная контора здесь в Москве. Я занимался недвижимостью, и это тоже там примерно почти 10 лет жизни отняло. И это было тоже по-разному. То удачно, то не очень. Ну, и как-то вот я еще раз говорю. Но я думаю, что у тебя покупали. Ну, покупали. Арендовали, да. Периодически, да, покупали, арендовали. Вот. Ну, и через какое-то время этот вектор вот вывел меня на то, что я абсолютно случайно, кстати, как и часто бывает это в жизни. Мне на глаза попалась реклама, что такое Форекс, да, кто, что. Один из ныне существующих брокеров тогда вел активную, собственно, да, пропаганду. То есть изначально, изначально, это изначально был Форекс? Сразу? Сразу, да. Сразу. Я помню точно, я, собственно, опять-таки никуда не шагал. Первые выводы, которые ты сделал, когда только пришел, что нужно делать, а что не нужно делать? Ничего не понятно. Я это дело отставил. Причем сейчас почему-то я помню этот срок. На полгода я вообще это больше не трогал. Потом через подбода, опять каким-то образом это оказалось у меня перед глазами, и я принял решение, что мне надо сейчас с этим делом каким-то образом познакомиться. А потом все было стандартно, да, обучающие курсы, значит, одна, там, малая часть, потом большая часть обучающих курсов, потом демо счет, потом реальный, потом слив, потом, значит, какая-то психологическая травма, потом, значит, я ее каким-то образом преодолел, да, пережил, новый депозит поднял, уже чемпион, потом новый депозит слил, ну и, в общем, все ты знаешь, как это бывает. Стандартная математика. Стандартная математика, да. Если, допустим, люди не понимают одну вещь, и я, в принципе, тоже хочу развеять это. В принципе, в Форексе, в Форексе, в Форексе одна проблема, это кромадные плечи. То есть, если взять, например, Форекс, математически просчитать, то если торговать Форекс, например, с плечом 1 к 7, то риск абсолютно идентичен риску на ценных бумагах с акциями, абсолютно один в один. Но вот эта скорость быстрой наживы, представляешь, 100 плечо, я вот даже сейчас книжку закончил, она уже в издании, там как раз называется «Приключение трейдера Буратино», где Буратино решил, что с плечом в 100, он в 100 раз быстрее заработает. И я знаю, когда учишь ты, то у тебя пропаганда совсем другая. Естественно. Я вообще даже о плечах с этой точки не рассказываю, ну и даже так настаиваю, чтобы мы забывали об этом. Я, если позволишь, начну вот с твоей первой фразы в этой связи, да, «Проблема Форекса, сказал ты, это сотый плечо». Но это не проблема Форекса. Проблема людей. Конечно. Это проблема людей, психологическая проблема. Я, может быть, несколько... потому что это то же самое, что зайти в банк и сказать, вот они мне дали кредит. Совершенно верно. Я не виноват. Это так банк. У меня несколько, может быть, менее яркий пример. Но я все время сравниваю автомобили. Вот так я очень люблю это дело. Ну представьте, вот в чем проблема, когда вы ездили на ведре, да, который не может разогнаться там больше 40 километров, а потом вы сели в приличный автомобиль, воткнули педаль в пол и сразу в дерево въехали. Вот кто виноват в этом? Конечно автомобиль. Да, да. Конечно, Саша. То есть ты вышел, еще пнул его ногой и сказал, что ж ты скотина такая, так быстро меня повезет. У нас сейчас есть вопросы. Ровно через несколько секунд мы прервемся. Опять же, коммерческое радио, поэтому приходится. Это нормально. Еще раз доброе утро, друзья. Олег Дмитриев у нас в гостях. Доброе утро. Преподаватель и трейдер учебного центра Финам. У нас прямой эфир, друзья, 6, 5, 10, 9, 9 и 6. У вас очень много вопросов по Форексу, но почему-то никто не звонит или не звонит, все время путают. Гость интересный, очень много лет в принципе в трейдинге, поэтому звоните, задавайте свои вопросы или пишите вопросы на сайте финам.фм. Вот с таким количеством людей, сколько у тебя отучилось? На самом деле, я так понял, что студентов было море, наверное, тысячи. Как минимум. Тысячи, наверное. Я не думаю, что сотни были. Сотни, это что такое сотни? Ерунда. Я думаю, что тысячи. Сколько ли ты преподаешь? В финаме я работаю с восьмого года, ну вот будет четыре года. Четыре года. Ну да, я думаю, что ты... Не, ну в принципе, смотри, я начинающий в основном читаю, да, это каждую неделю новая группа. Ну да, ну группа 10, 15, 20 человек. Да, да. Ну посчитай. Ну ладно, потом посчитай. 52 недели умножить на 10, 15 человек, а на среднем 500 человек в год. Все, Саша, спасибо. Вопрос нет. Оказывается, все гораздо... Математика, да, 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 да. Все гораздо круче. Давайте сейчас нам подготовят вопросы, а вопросов у нас много, это самое лучшее. Вот есть вопрос, Руслан задает вопрос, это скорее всего, Олег, к тебе. Здравствуйте, Олег, скажите, пожалуйста, чем обоснован минимальный стоп-лосс на Форексе в 100 пунктов? Во как! Минимальный стоп-лосс на Форексе. Ну давайте так, я понял, о чем идет речь, Руслан. Почему-то последнее, кстати, некоторое время, да, очень часто этот вопрос возникает у начинающих. Во-первых, Руслан, минимальный стоп-лосс это не на Форексе, а это ваш брокер устанавливает минимальное, да, расстояние от стопа или от отложенного ордера. Далее, я так понимаю, вы работаете через Метатрейдер 4. Именно там написано, да, что уровень минимального вот этого расстояния от отложенника 100 пунктов. Но это неправда. Это косяк Метатрейдера. Дело в том, что он имеет в виду в этом случае 10,0 пункта, потому что он за последнюю цифру принимает десятую долю пункта. А ограничение в 10 пунктов это стандартное ограничение брокера. Некоторые брокеры, кстати, уже, собственно, приближают, убирают это ограничение. К реальным котировкам. А вот стандарт это такое, действительно, 10 пунктов. Ближе 10, ни стоп, ни профит, ни отложенник вы ставить не сможете. Николай задает вопрос. Расскажите, пожалуйста, короткие стопы это сколько? Ну, абстрактно, конечно, невозможно сказать, ну вот 10 пунктов это короткий стоп, тем более, что его и поставить невозможно. 11, 12 и так далее. Смотрите, речь идет о том, что, когда мы говорим о коротких или о близких стопах, мы прежде всего, конечно, смотрим на график, потому что именно он, да, своими вот этими, так сказать, движениями, движениями, да, шипами, телами, свечей и так далее, тому подобное, дает нам ощущение того, за каким уровнем можно поставить стоп. То есть, стоп должен стоять там, где он должен стоять. где он должен стоять, там, где он будет надежно защищен, если позволить его так, ближайшим уровнем поддержки и сопротивления. И в этом случае, да, говорить о том, близко он стоит или не близко, уже бессмысленно, потому что, если вы нашли место для его постановки, правильное место для его постановки. Кстати, опять-таки, да, это прерогатива, ну, неправильно, не прерогатива Форекса, это логично, да, на других площадках такое тоже есть. Чем ближе стоп, тем большим объемом вы можете зайти и, соответственно, риск больше поднимать. Да, да, соблюдаем они менеджменты. Уровни и торговля по ним на Форексе и какую стратегию ты используешь, потому что люди знают, я торгую по уровням, на Форексе абсолютно то же самое. Абсолютно. Люди не понимают одну вещь, два игрока всего, покупатель и продавец, другого ничего нет. Ничего нет, между ними ничего нет. Вот тогда вопрос к тебе конкретный, какую стратегию ты используешь? Ну, в частности, и вот на курсе обучающим, да, я начинаю именно с того, понятно, да, что есть огромное количество торговых инструментов, есть огромное количество, да, возможностей создать некие стратегии, но самая простая и очевидная моя, мне кажется, это как раз работа прежде всего с уровнями поддержки и сопротивления, поэтому на них я делаю больший акцент. Дальше мы говорим о торговле внутри торгового канала, да, соответственно, там, на отбой, на пробой, на выход, и, ну, это уже, опять, знают. По-простому, простые вещи. По-простому, абсолютно простые вещи. То есть, ты так же само сводишь к тому, что трейдинг, это надо торговать просто, то есть, не надо... Да, не надо заморачиваться, конечно, причем вот даже чуть раньше мы говорили, сейчас, да, Дана когда звонила, да, вот там, она на моих курсах повелась, сейчас на твоих, я думаю, это будет правильно, но с другой стороны, чем больше информации в твоей голове... Тем хуже. Ну, я не могу сказать, тем назначено, тем хуже, но тем не менее, это не дает тебе эстетического преимущества, да, я тоже самое говорю. Человек, у которого квадратная голова, после того, как он 18 тысяч курсов прослушал, не есть более успешный... Я тебе... Не перебежу тебе, даже тебе скажу больше. Я за то, если у человека получается лучше враг хорошего. Совершенно верно. Я поэтому и Даня сказал то же самое в прямом эфире, она хочет как бы больше знаний. Ну, ее можно понять, она в начале пути только. Да. У нее есть вот это, да, ей кажется, многим начинающим кажется, да, что чем больше я знаю, тем я успешнее на рынке, но это совсем не так, а иногда и наоборот, к сожалению. Николай продолжает задавать вопросы, его вопрос состоит из пяти подпунктов, меня на радио научили, у меня очень хорошая продюсера Елена, она меня научила, что нельзя задавать сразу большое количество вопросов в гости, надо задавать последовательность. Ну, правильно, он забывает, значит. Следующий вопрос, никак не могу выйти на стабильный заработок, проблема со входами, пожалуйста, дайте рекомендации. Ну, во-первых, надо понять, да, что такое стабильный заработок, имеется в виду, какое количество времени вы торгуете, для того, чтобы быть стабильным, иногда требуются годы, потому что все должно уложиться. Сколько у тебя взяло времени, чтобы ты вышел на стабильность? Через два с половиной года я более-менее понял, что вот я, об этом рассказывал, были метания. Дальше, не могу, да, насколько я помню, Николай говорит о точке входа. Ну, надо определиться просто, любая торговая система, она предполагает, прежде всего, да, аргументацию ваших входов. После того, как приняли решение, вы говорите, а где я это решение должен осуществлять? И здесь, собственно, опять традиционное, да, то, о чем мы с тобой говорили. Если мы работаем от уровней, значит, два варианта, либо отбой от уровня, либо пробой от другого человека, кто не придумал. Да, и вот начинаем, вот я нарисовал картину, давайте принимаем торговые решения. И начинаются вот эти разговоры. Ой, оно может вот сюда, оно может вот так, оно может всяк, оно... А это мы есть четкое обоснование. Совершенно верно. Ничего тут, все может быть. Вы для себя, главное, определите. Вот у меня есть канал торговый, да, восходящий, значит, я покупаю, а в рамках восходящего канала я покупаю там, где цена отбивается от уровня. И где видно, где ставится стоп, а на границу канала. Совершенно верно. Вот чем проще вы подходите к этому мероприятию? Вот это самая большая проблема. Понимаешь, у меня на курсах то же самое. Точно так же, мне все время поправляют, что я неправильно говорю, а точно так же и абсолютно такая же ситуация, когда мне люди говорят, не может такого быть, это предельно просто, и все. Я так же сам рассказываю на семинаре, что все предельно просто, никакого граиля не будет. Самое главное, это четко понять, покупатель или продавец, кто сильнее. Знаешь, я всегда говорю одну вещь, я начинаю всегда семинар с того, что есть два игрока, покупатели и продавцы. И задача одна, это как война, белые и красные. Они друг с другом дерутся на поле боя, и трейдер присоединяется к более сильной стороне. Например, люди не понимают, например, что у евро был первый критический уровень 1.31, следующий критический уровень был 1.29, и как только критический уровень пробивается, должен быть импульс. Обыкновенный. А люди сидят и думают, все, сейчас мы там 1.29, и мы начнем подкупать. Нельзя падающей лавине. А Владимир, в скобочках психолог, задает вопрос. Вау. Можно ли обучить, вопрос, кстати, очень хороший. Мы с тобой сейчас, я думаю, попотеем. Серьезно? Давай. Можно ли обучить трейдингу или торговле на Форексе 10-12-летнего ребенка? В шахматах в этом возрасте дети прекрасно ориентируются, но вот как дело будет обстоятельств в интернет-трейдинге? Бу, да, действительно, я начинаю потеть, потому что вопрос непростой. И, ну, и тем более, вот, да, сам же автор этого вопроса предлагает некое сравнение, альтернативу, да, трейдинг и шахматы. Мне кажется, она не очень корректна, именно поэтому, да, нельзя ответить на этот вопрос однозначно. Что такое шахматы, на мой взгляд, восприятие ребенка 10-12 лет? Это игра. Как бы серьезно он к этому не относится, он играет. И наверняка вот исключительно по этой причине он выстраивает свое отношение к этому. А если дайте ребенку деньги, деньги... А в другой стороне подумай, смотри, это игра, которая имеет финали, так называемый, правильно по сути дела? Финали это одно, это, например, выиграть, правильно? То есть финали мы изначально знаем, так же, как в трейдинге, если провести параллель, потому что очень многие на самом деле трейдинг сравнивают там с покером. Ну, это мы, да, мы играем только на хорошую карту, что это значит? Мы заходим в хорошие заходы. Так же само там ребенок, он выстраивает, не имеет значения ребенок или взрослый, он выстраивает шахмат такую комбинацию, которая там исторически, так же само исторически, заметь, все шахматные партии, это они проиграны уже много лет назад. Тот же теханализ там. Да, и ребенок начинает выстраивать такую партию, зная, что кто-то пойдет таким-то, таким-то ходом. Нет, с этой точки зрения, да, если мы, еще раз смотрю, шахматы приближаем к трейдингу, вот и то, и другое для него игра для ребенка. Я просто думаю, что проблема в том, что 12-летнего, 10-летнего ребенка нельзя обучить тренингу только из-за того, что есть слово деньги. Вот, вот, вот. Ребенку очень тяжело было сказать, забирай прибыль. Конечно. Ребенок должен понимать, что на день рождения папа с мамой дали там 300 рублей, он пошел купил подарок. Поэтому, Владимир, скорее всего, мы бы, ну, я бы не брался, можно ради какого-то просто эксперимента, но это калечит психику ребенка, потому что деньги есть деньги. Ребенок в 10 лет, слава богу, мы живем в хорошее время, мы не должны думать, где заработать. Слава богу, да. И я еще раз с тобой соглашусь, и вот, Владимир, подчеркну это. Мне кажется, вот здесь принципиально с психологическим зрением это то, что ребенку нельзя в этом возрасте рассказать, да, ради чего все происходит в трейдинге. А мотивация, то, что я зарабатываю на рынке, она главная. Да, однозначно. Ведь мы приходим туда не просто, да, провести время приятно перед монитором, там, уровни порисовать и по кнопочке. Мы приходим, конкретная задача решения, заработать денег, именно поэтому это работа. А ребенку, к сожалению, это нельзя объяснить. Я тебе даже больше скажу, у меня есть ученик, 16-летний, и не один. Очень успешный. Но 16 лет, это дети абсолютно разные. Ну, вот у нас идут вопросы. Кирилл спрашивает, скажите, пожалуйста, насколько важен математический склад ума. Многие говорят, что без математического образования на рынке не прожить. Я не согласен с этим. Я не буду себя в пример. Ты знаешь, давай сделаем так, мы приведем нас в пример. Нас с тобой, хорошо. Хотя, кстати, я победитель многих математических олимпиад. Я уважаю тебя. А у тебя ГИТИС. У меня ГИТИС. Да, я пять раз выигрывал областные всеукраинские олимпиады по математике. Но у меня папа очень жестко меня... Ну, это круто. Ну, я не думаю, что у меня был математический склад ума. Кирилл, ответьте на ваши вопросы. Я и Олег считаем, что не нужно. Ну, не то, что не нужно. Это не принципиально. То есть, по этому поводу не надо комплексовать никогда. Есть хорошие визуальные тесты, которые могут поопределить гораздо лучшую принадлежность вас к трейдингу, если вы можете быстро реагировать на картинки. Вот есть определенные. Я ребенка заставляю квадратики выбирать. Вот олигарх, это Ваня, мой студент с Киева, спрашивает вопрос. Какие личные качества позволили вам столь долго и успешно торговать на основании своего преподавательского опыта? Вопрос отличный. Назовите те личные качества, которые помогают оставаться в трейдинге и зарабатывать. Ну, я о своих качествах, наверное, умолчу. Потому что я не знаю. Я как бы самоанализом в этом смысле не занимаюсь. Но, глядя на... Общаясь со своими слушателями, да, ну, личные качества, буду говорить, банальности, но без них, видимо, не уйти от ответа. Вся же есть банальность. Ну, да, к сожалению. Ну, так вот, личные качества очень простые. Нужно, во-первых, еще раз повторюсь, поставить себе цель и к ней идти. То есть упорство, трудолюбие, если позволите. Граф Монте-Кристо, ты согласен? Да, да, кстати. У него, правда, странная мотивация была такая. 20 лет рыл туннель, чтобы бежать. Чтобы бежать, а потом он мстил же, да, он так витиевато мстил. Ну, мы говорим первую часть. Ну, да. Вот. То есть все... Я, опять-таки, к чему я заканчиваю ответ на этот вопрос? Я к чему веду? Я не выделяю качества личностные, да, вот эти присущи только тем, кто занимается трейдингом. Просто качества одни и те же. Если вы чего-то в жизни пытаетесь добиться, то качество, собственно, не зависит от сферы... Перед коротким рекламной паузой я скажу вот моя любимая фраза, Коко Шанель сказала, если вы хотите в жизни иметь то, чего никогда не имели, то вам придется в жизни делать то, чего вы никогда не делали. У нас короткий перерыв. В гостях у нас очень интересный гость. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Олег Дмитриев, преподаватель, трейдер и, скажу честно, просто очень хороший человек. Спасибо, Саша. У нас в гостях Олег Дмитриев. У нас еще один вопрос, Олег. Юра из Краснодара, мой студент. Кстати, я буду в Краснодаре со 2 по 6 число, потом в Ростове-на-Дону и потом пока завязываю до осени. С гастролями завязываю. Да, я подустал, ты сам знаешь, что такое люди отбирают энергию. Не, ну и потом люди приходят на семинар и говорят, вот просто пришли энергетически подзарядиться и ты чувствуешь, что ты выходишь из семинара. Юра задает вопрос. Юра, доброе утро. Александр Михайлович меня научил торговать от стопа. Таким образом важность точки входа слегка снижается. Может ли Олег подтвердить справедливость этого на Форексе? Может. Может. Подтверди. Подтверждаю. Я подтверждаю, Саша. Ты также торгуешь от стопа. Я учу всех своих студентов торговать от стопа. Люди, многие не слышат нашу передачу. Наша передача называется так, когда моя еврейская бабушка говорила, что вам это будет стоить и что вы будете с этого иметь. Я всегда учу студентов. Всегда знайте, если что-то не так пойдет, сколько вы потеряете. Вы потеряете. Это определяющее. Вот ты когда давно начинал, давай просто пробежимся на эту тему. Ты вот давно когда начинал, ты же понимаешь, ты берешь человека, который не просто не в реальном секторе, а артистка. Ты пожимаешь, у нее голова там на сцене, поклонники, звезды, цветы и все остальное. С чего ты начал свое обучение? Ты же в принципе занимался с ней индивидуально. Индивидуально, да. Она сидела у меня на обучающих, она приезжала в группу, надо дать ей должное. Она в этом смысле, вот я еще раз повторяю, мне там спрашивали, когда писали статью по этому поводу, ну что, вот как, какое впечатление. Вот с точки зрения деловой, она очень целеустремленный человек. Вот чуть раньше вопрос был, да, что надо, чтобы овладеть трейдингом и вообще любой профессии. Она просто хотела. Она хотела этого, да. Вот ты знаешь, все финами, все, там, да, начинает, Леша Зайцева, все сказали, что она действительно приезжала и работала. На самом деле, приезжала постоянно в офис, тебе постоянно приезжала, постоянно училась и все остальное. Немоверное желание. Безусловно, надо отдать ей должное. Не ради проекта, это очень много. Она просто, ей понравилось, уж я не знаю, чем это. Кстати, Жанна Немцова точно такая, это тоже как маленькая наркоманка трейдинга. Она пришла, когда первый раз в эфир с этим подшетником сидит эти сделки. То есть, это действительно, это по-простому, можешь ли ты сделать это постулатом, что это надо полюбить? Безусловно. Ну, а тогда другой постулат. Представляешь, как полюбить, то не знаешь что. Ну, давай так. Собственно, слово-то такое достаточно, я бы сказал, романтическое, да, и если позволишь, я аналогию человеческих отношений приведу. Обязательно. Обязательно, конечно. Полюбить, не зная что, в человеческих отношениях, наверное, тоже невозможно. Возникает сначала страсть, сначала интерес возникает. Вот интерес, красивое слово. А потом, когда ты начинаешь, действительно, тебе это захотелось узнать поподробнее, когда ты начинаешь в это вникать, ну, я имею в виду, опять, человек, когда ты начинаешь его более подробно узнавать, в деталях уже узнавать, начинаешь влюбляться. Начинаешь влюбляться и появляется это чувство. А когда он тебе еще дает взаимности, то есть, это маленький заработок, тогда... Согласись, да, и вот она взаимность, действительно, то есть, я, мне нравится этот человек, я его люблю, ну, я сейчас уже говорю о трейдинге, мне нравится это дело, и более того, еще это есть и результат. Вот отсюда и крылья за спиной вырастают. И это нормально. Да, потом портятся отношения, потому что ставишь любовь на самотелку. То есть трейдинги абсолютно то же самое. Конечно, но отношения портятся по разным причинам, но и в трейдинге действительно все очень пересекается. Знаешь, 85 недавно, англичане в принципе, они самая известная нация по количеству тестов, которые они проводят. Они очень любят тестировать всех. Они всегда говорят, что 85% людей, которые разводятся, говорят, что темы не сошлись с характерами. То есть в трейдинге можно то же самое. Абсолютно. Она у нас не сложилась. Не сложилась, да. Не сошлись с характерами. Все равно у нас громадное количество комментариев приходит на эту тему. Все-таки Форекс это игра или работа. И почему Форекса так боятся? Вот это имя нарицательное. Ну да. Разве эти сомнения? Ну давайте так, я повторюсь, ничего нового я не скажу. Форекс не так даже. Если вы пришли работать, вы будете работать и зарабатывать. Если пришли поиграть, значит вы сольетесь и скорее всего и это будет правильно. Забудете об этом и уйдете. Вот что самое плохое в этом все. Вы уйдете с обидою. И очень много как раз негатива. передавать другим. Совершенно верно. И очень много негатива я слышу именно от людей, которые не как это, не сложилось у которых отношение с Форексом. А, это ерунда. Да, да. Ну обычно, к сожалению, человеческая психологика как в этой ситуации выстраивается. Ведь кто виноват? Мы говорили об этом. Не я, не кто-то. А виноват Форекс естественно. Вот он плохой, потому что там вот это потом, естественно, сюда же наверняка подливает масло в огонь. Вот эта история, мы ее тоже сегодня с тобой обсудили уже, да. История о некорректных, некорректных неправильное слово. Ну почему, некорректных? Некорректных брокеров. Некорректных брокеров. Нечестных. Нечестных, да. Они тоже в этом смысле не делают, да, Форекс не добавляют популярность, не делают более легитимным. Хотя еще раз посмотрю, Форекс это обычный финансовый рынок. Ну, может необычный, хорошо. В силу своих специфики. Специфика главная, да, если мы говорим о всех, о бумажных рынках, о товарно-сырьевых, там есть товар и деньги, а здесь только деньги. Здесь одна деньга меняется на другую, и все. Вот это его основная специфика. Поэтому относиться к этому нужно объективно. И найти просто надо себя в этом рынке, и не надо никогда... Я вообще считаю, что слушать какой-то негатив в отношении чего-либо и кого-либо неправильно. Надо всегда иметь собственное мнение. Во всяком случае, если будешь кого-то ругать, то ты будешь, в принципе, ругать самого себя. Конечно. Я считаю, я говорю, я начал просто смотреть цифры, я считаю одно, что люди именно быстро улетают на Форексе по одной причине, именно как раз вот это плечо. А некоторые говорят, вот сейчас появилась фирма, которая дает... Пятисотые. Пятисотые. Тысячные я видел. Тысячные я видел. Ты представляешь, вообще, как можно быстро разбогатеть. Вот, вот. Вот тут человек приходит с этой... Как же так? У меня там есть какая-то небольшая сумма, да мне еще брокер добавят. Я сейчас как? И все, я чемпион. Вот это главная проблема. Главная проблема. А ты вообще не можешь представить, я тебе скажу одну вещь. Это вообще ужасная тематика, не буду говорить, откуда это пошло. Ну, образно, недавно был семинар в каком-то городе, ну и большое количество людей не пришло. Это там не уфа было. Ну, я приблизительно сказал, ну, как вы думаете, почему? Ты не представляешь, какой был ответ. Сейчас МММ моднее. Можешь себе представить? Нет. Не могу. Я тебе говорю, как есть. На самом деле. Вопрос такой. Все-таки, как поднимать финансовую грамотность, чтобы люди начинали любить рынок? Как вот правильно объяснять? Потому что ты же понимаешь, мы с тобой... И не ставили рядом МММ, да, и... Мы с тобой, да, мы с тобой... Ты понимаешь, что, в принципе, рынок это вечное, на самом деле. Он уже существует. Сотни лет и будет существовать еще, потому что на этом завязаны, допустим, там, многие компании, экономика многих стран. Например, Facebook, как бы он состоялся, если бы образно не было рынка? Ну, была бы приватная компания, да, со своей там капитализацией. А тут капитализована компания, выходная на рынок 100 миллиардов долларов капитализации. Вот как вообще это делать? Ты же понимаешь, мы же с тобой это всех не научим. Естественно. К сожалению, наверное, да? К сожалению. Ну, я, тем не менее, так отвечу на этот вопрос. Проблема, конечно, финансовой грамотности, безусловно. Проблема в недостаточности, может, информации, которая и... Меньше одного процента населения вообще обращает внимание. Владеет, да, обращает внимание. Совершенно верно. Я уж не знаю, насколько здесь все-таки в качестве альтернативы можно воспринимать МММ, да? Я не думаю, что это может быть альтернативой. Но, видите, тем не менее, МММ на слуху, да? А торговля на фондовом, на Форексе там... Ужас. Ужас, да. Потому что тут... Ты должен понять одну вещь. Здесь есть, в принципе, слово, которое можно убрать. Слово «работа». Там не надо работать. Там принес бабло, и тебе там... Может быть. Баснословные прибыли, обещают. В этой ситуации тогда надо говорить опять об обезвеченной страсти халявы, да? То есть, где меньше надо делать, да, там, собственно, туда и... Твой тезка, Олег, задает вопрос. Конкретизирую вопрос. Можно, в скобочках, нужно ли совмещать торговлю на Форекс с торговлей на американском рынке акций, или надо любить что-то одно? Ну, видишь, идея... Видишь, я тебе объясню, видишь, у нас все по-честному. У нас честное радио. Ты видишь, приходит вопрос, мы его задаем. Нет, это нормально, Саш, я не в плане того, что, да, это уже, как бы, твоя тема, да? Нет, не моя, я в российский рынок, у меня и форексники приходят, да? Я считаю, что график, как и ты сказал, он для всех одинаковый. Конечно, конечно, вот я об этом и хотел сказать, да? То есть, любовь, мы не говорили любовь, там, к конкретному какому-то инструменту, любовь к конкретному рынку. То есть, если вы работаете на финансовых площадках, то вы вольны, и, наверное, правильно когда-то это делать, вольны выбирать разные инструменты, инструменты разных площадок. И это нормально, ничего в этом страшного нет. Тем более, что конъюнктура, да, рыночная, иногда просто заставляет вас уйти с этого рынка, выждать, да, потому что там нет каких-то осязаемых, так сказать, движений, да? И пойти на этот рынок, на другой, там, на сырьевой или там, на бумажный, потому что там очевидные какие-то вещи происходят. Но главное, Олег, мой тезка, да, я вам хочу адресовать этот ответ. Главное, что не надо разделять их. По сути, ведь все финансовые рынки, они взаимосвязаны, и корреляции жесткие. Когда они нарастут, второй тоже, а третий падает, а потом наоборот. Поэтому любить надо, вот именно это делать, делать торговлю на финансовых площадках. А конкретно уже... То есть вот такой, ты не понимаешь, вопрос вот основной, который всех поглотил. Реально ли зарабатывать на Форексе? Ответ короткий. Реально. Спросите Дану Борисову. Пока все спрашивают, Дана Борисова лежит у своей косметички и тратит 400 вчерашних долларов. Дану Борисову подняла 400, и сегодня нормально. А с каким риском Дана вчера 400 подняла? Не, не, все, она стопы, у нас там, по-моему, 70 пунктов стопа, да, в пересчете на объем, это было, а сейчас скажу, там, сколько... Вот сколько она взяла, там, 4 к 1, 5 к 1... 140, 140. То есть она взяла 3 к 1, ну это очень хорошо. Это нормально, это нормально. Да профит-фактор был вот такой грамотный. Главное, что стопы, вот сейчас она приехала, мы опять начали практически... Скажи мне, а сейчас она полностью принимает решение по входам сама или все равно продолжает с тобой консультироваться. Ну, вот смотри, какая была история, да, после проекта она улетела отдыхать и там баловалась, что называется, сильно просадила счет, то есть потом она приехала, мы с ней пообщались, и сейчас мы решили в месяц, месяц вместе все-таки, да, я не говорю... То есть ты просто ей объяснил, ты довел до нее одно, что как мы вначале начали говорить, это не игра и побаловаться здесь нельзя. Во-во-во-во, она именно так и делала, по крайней мере в истории сделок я это очевидно увидел, а сейчас мы договорились. И главное, что опять она вменяема, она не сказала мне, Олег, да иди, ты знаешь куда, все уже, проект, так что ты пристал, да, я хочу... Я же хочу понять одну вещь, первый канал не вечен, но трейдинг, он живет. Вот, конечно. У нас Олег еще опять твой тезка задает вопрос, вопрос, я не знаю, как на него ответить, добрый день, какие доводы вы можете привести для того, чтобы отговорить человека вкладывать деньги в МММ? Давайте скажем так, я приведу довод, а потом ты. Или давай ты, а потом я. Не, давай ты. Я считаю так, что это все равно не вечное, и кто-то будет последним, и может быть вы будете последним. Ну, наверное, да, я более убедительного довода не привык. Суть финансовой пирамиды именно в этом, да, что... Кто-то не успеет. Каждый следующий, да, питает предыдущего, и следующий закончится, и тогда до свидания. Почему это не вы? А вот еще у нас один вопрос пришел. В Рунете половина рекламных площадок приглашает зарабатывать на Форекс. Как в этой ситуации найти честного брокера? Отличный вопрос. Задает вопрос Денис из Одессы. Денис, молодец. Да, твой земляк. Один вопрос, нормально. Хотя бы, наконец-то, да. Денис, да, вопрос действительно по существу, и, к сожалению, однозначного ответа я не могу дать. Вот, не знаю я, как найти действительно нормального брокера, тем более в интернете, да, как, какими, собственно, источниками информации... Ну, Финам бы ты рекламировал. Естественно, ну, я не знаю сейчас это, я имею такую возможность. Ты преподаватель Финама, мы же не говорим, что ты там независимый трейд. Ты преподаватель Финама, да, твои курсы проходят в Финаме, я уверен, что очень много людей услышат, которым ты понравишься, и я думаю, что люди будут очень хорошо реагировать, поэтому, если действительно ты считаешь, что Финам — это место, где быть, ты можешь спокойно сказать, это абсолютно нормально. Ну, тогда я так и сделаю. Значит, Денис, вот еще раз вам я... Давайте я сделаю я. Приходите в Финам, к Олегу Дмитриеву, во всяком случае, человек, который научил Дану Борисову. Вот, кстати, пришло благодарственное письмо, это мой студент, он благодарит тебя и меня, Максим Долгих. Спасибо Олегу Александру за очень яркую и скрометную передачу, море положительных эмоций и полезных фишек. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Дорогие друзья, значит, Олег Дмитриев, очень хороший человек, трейдер, финансовый консультант и преподаватель, преподает в Финаме. Можете обратиться в Финам, вы легко его найдете, заходите на интернет. Олеж, огромное тебе спасибо. Спасибо, Саша, спасибо, было приятно.